Стратегическое планирование. На Совете Законодателей страны обсудили перспективы долгосрочного развития государства. Все подробности в сюжете. В непростое для экономики нашей страны время законодатели придают большое значение вопросам стратегического планирования. Соответствующий федеральный закон принят еще в 2014 году, однако его реализация пока пробуксовывает. Сегодня констатировал Президиум Совета Законодателей, что правительство не успевает выполнить те задачи, которые поставлены законом. Прошло уже более полутора лет, а не выполнены некоторые даже основные задачи. Нет даже графика на сегодняшний день реализации этого закона, который должен был быть разработан правительством еще более года тому назад. Владимирская область формально не стала дожидаться изменений. У нас уже разработан план стратегического развития до 2030 года. Кроме этого, губернатор Светлана Орлова настояла на принятии именно трехлетнего бюджета развития, который как раз и является своего рода основой стратегического планирования. На Президиуме Совета Законодателей прозвучало требование не откладывать принятие изменений в федеральный закон. Правительство предлагало отсрочить это на два года. Кроме этого, Валентина Матвиенко озвучила мысль внедрять пробное планирование в наиболее подготовленных регионах. Но самое главное – выработка общего для всех регионов механизма подготовки документов. Было бы разумно разработать единый алгоритм формирования системы документов стратегического планирования, обеспечивающий взаимосвязанность и единство их показателей. В качестве таких показателей можно предложить набор индикаторов, отражающих определенный стандарт качества жизни или стандарт благополучия наших граждан. Законодатели уверены, что вопросами общего планирования стратегического развития должен заниматься один государственный орган. Вполне возможно, что забытая структура госплана совсем скоро возродится. Продолжение следует...